Добро пожаловать! Это наша последняя сессия в рамках конференции ВИЧ-2020. До того, как мы начнем, несколько объявлений. Пожалуйста, выберите синхронный перевод в Zoom. Для этого выберите значок Interpretation, а затем выберите язык. Вы можете отключить оригинальное аудио, чтобы слышать только переводчика. В рамках конференции ВИЧ-2020 мы предлагаем участникам безопасное и нейтральное пространство для обмена знаниями, опытом, навыками и мнениями в обстановке взаимного уважения. Данная конференция следует принципу нулевой терпимости к любому виду издевательств, притеснений, оскорблений, агрессии и так далее. Если вы будете замечены в таком поведении, то вы будете удалены с сессии без предварительного предупреждения. Пожалуйста, примите во внимание, что данная сессия передается в прямом эфире через Facebook и будет также записана и сохранена. Для того, чтобы пообщаться с нашими сегодняшними докладчиками, вы можете воспользоваться чатом или же отделом вопросов и ответов. И на этом большое спасибо. Спасибо, что присоединились. Добро пожаловать. Меня зовут Рэйчел Онг, и я координатор этой конференции. Для меня огромное привилегия быть сегодня ведущей и открывать эту сессию. Мы надеемся, что вы уже знаете, что сегодня Всемирный день ВИЧ. Это довольно-таки сложный день каждый год, особенно в этом году, когда мы также затронуты COVID-19. И мы надеемся, что вы продолжаете бороться. Ну вот, а теперь для начала я хотела бы представить вам господина Фределя Даусаба. Он из организации GenP+. Пожалуйста, можешь включить видео, Фредель? Спасибо, Рэй. Спасибо, Рэй. Добро пожаловать всем. Сейчас я хотел бы вас всех попросить зажечь свечу. Если у вас есть с собой свеча под рукой, было бы замечательно. В этом году мы празднуем Всемирный день ВИЧ в разгар еще одной пандемии, которая задела миллионы и миллионы людей во всем мире. И мы хотим выразить солидарность всем тем семьям, которые потеряли своих дорогих и близких людей. Это последняя наша сессия в рамках конференции ВИЧ-2020. И мы хотим объявить минуту молчания для того, чтобы почтить людей, чьи жизни были потеряны в этой борьбе. В моем регионе в начале еще пандемии, в начале эпидемии мы целыми днями, целыми неделями хоронили наших близких и родных, которых мы потеряли в этой борьбе. И мы хотим почтить всех тех людей, кто уже не с нами. Объявляю минуту молчания. Большое спасибо, сейчас я передаю слово Рэйчел обратно. Большое спасибо, Фредел. И большое спасибо за то, что вместе с нами вспомнили всех тех людей, которых мы потеряли в этой борьбе. Особенно сейчас в связи с пандемией COVID-19. Многие жизни были потеряны. Ну что ж, эта конференция организована специально, чтобы отметить прогресс и достижения в этом процессе, посмотреть, какие были успехи. И также обратить внимание на те сложности, на те пробелы, на те барьеры, с которыми мы сталкиваемся. В ряду наших спикеров, представителей сообществ, эксперты, панелисты и так далее. И сейчас мы хотим отметить все те ключевые моменты, которые мы пережили вместе на протяжении последних четырех месяцев. Также у нас сегодня особый гость, который к нам присоединится в конце сессии. Пожалуйста, давайте все вместе подождем этот сюрприз. К нам также присоединились гости из Женевы. Это госпожа Лора Супрак. Она уже на протяжении многих лет работает по вопросам адвокации, по вопросам исследования под руководством сообществ и так далее. Давайте же ее поприветствуем. Этот наш гость также работает над различными проектами. По образованию она политик, политические науки изучала. Ну что ж, давайте поприветствуем Лорел. Дорогие коллеги, для меня большое удовольствие и большая честь находиться здесь с вами, особенно учитывая внимание, что сегодня Всемирный день ВИЧ. Хочу поблагодарить и поздравить организаторов этой конференции. Это была потрясающая, потрясающая, успешная виртуальная конференция. Я знаю, что это было полезно не только для меня, но также и сотен других людей, которые также стали частью этой конференции. Можно, пожалуйста, презентацию включить, которую я вам отправила? Мне сказали, что сегодня мне нужно поговорить на тему, которая очень важна для меня, также для многих из вас, это над работой под руководством сообществ. Во-первых, я хочу опять же напомнить, что сегодня Всемирный день борьбы с ВИЧ, и я хочу почтить память всех тех людей, которых мы потеряли, и также напомнить вас о всех тех людях, которые с самого начала пандемии ведут эту работу. Поэтому это такое честное время их работы. Ну что ж, переходим к следующему слайду. Работа под руководством сообщества, разумеется, она сосредотачивается. Это та работа, которую мы очень хорошо знаем, которую мы ведем, все участники нашей конференции. Это работа под руководством сетей, таких как женские сети, сети молодежи, сети трансгендеров, сети секс-работников, сети мужчин и сети других мужчин, которые вступают в половой связи с другими мужчинами. Простите, меня тут собака лает. Что ж, это та работа, которую мы проводим совместно, как коллеги, как партнеры, для того, чтобы присоединиться и обобщиться в этой борьбе с ВИЧ. Почему? Потому что мы приспоминаем эту группу. И на этом слайде я просто хотела бы напомнить, когда речь идет о борьбе с ВИЧ, есть множество видов борьбы, которые составляют эту категорию. Это такие вещи, как адвокация, как исследование, как работа непосредственно с сообществами, работа с теми организациями, учреждениями, которые принимают решения. Следующий слайд. Ну что ж, чего мы добились? Здесь половины слайда почему-то не хватает. Я вам скажу, что там было написано в рамках этой работы «Поддержка борьбы под руководством сообществ». Чего же мы добились? В следующем слайде написано, во-первых, у нас есть две приверженности, два обязательства, которые мы взяли на себя еще в 2016 году. Наша политическая декларация. В 2016 году государства, члены ООН приняли следующее обязательство, что 30% всех оказываемых услуг будут проводиться под руководством сообществ, и что, по крайней мере, 6% ресурсов ВИЧ будут направлены на различную деятельность, такую как адвокация, работа с сообществами, политическая мобилизация и так далее. Следующий слайд. То, что вы здесь видите, дело в том, что у нас нет необходимых данных для того, чтобы узнать, какого прогресса мы добились. И одна из причин, почему у нас не было этой возможности, потому что у нас нет какого-то общего определения, что имеется в виду, когда мы говорим под руководством сообщества или организация под руководством сообщества. Что же мы сделали в нашей организации UN AIDS, в работе с различными семейниками, как женская, молодежность и так далее, мы попытались сработать определения, что же означает борьба под руководством сообщества, что означает организация под руководством сообщества. И сейчас мы пытаемся также определить, что означает борьба под руководством женщин. Эти определения, их выдали сами сообщества, потому что они являются основными игроками, и они должны определять все вот эти термины, определения, какие-то лимфистические моменты. Мы сейчас создали команду, которая работает над определениями, над разработкой этих терминов, и проведена глобальная работа также с самими сообществами. Переходим к следующему слайду. Я хочу показать вам те определения, которые мы вывели, и которые сейчас глобально поддерживаются. В прошлом году, в 2019-м, были разработаны эти определения, и в разработках этих определений, участвовало множество организаций, таких как женские сети, молодежные сети, алкогольные общества и другие организации. И да, были небольшие изменения по сравнению с оригинальным определением, потому что здесь есть такие ключевые моменты, которые мы отмечаем. Если мы сделаем шаг вперед, а глянемся назад, для того чтобы понять, каким образом мы будем отличать все эти понятия, как мы будем отмечать и различать сообщества, которые работают под руководством, а сообществ или же нет. Потому что есть многие организации, которые себя заявляют как таковые, но ними не являются. И вот, поэтому мы разработали следующую организацию, что это формальные или неформальные организации, они могут быть легально срегистрированы или же нет. И что больше половины людей, участвующих в этих организациях, являются представителями сообщества. И второй момент, что предоставление отчетности должно быть полностью прозрачным. И не должно быть никакого влияния со стороны правительства, каких-то коммерческих организаций, доноров и так далее. То есть это организации, которые организованы сообществом и которые управляются сообществом. Вот это то определение, которое мы разработали. А затем следующий вопрос, какие работы могут быть определены как работа сообщества. Нужно понимать, что здесь речь идет о людях, живущих с ВИЧ. И эта категория людей включает в себя множество других подгрупп. Это секс-работники, мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами, женские организации. Люди, употребляющие наркотики и так далее. То есть это все те группы, которые присоединяются к борьбе с ВИЧ и которые самоопределяются и которые являются частью этой организации. И здесь мы перечисли различную деятельность, которая включает в себя работа под руководством общества, адвокация, проведение кампании, и так далее. И это также проводится как на глобальном уровне, на национальном, субрегиональном и также на низовом уровне. Извините, я слишком быстро читаю. Следующий слайд. И сейчас я хочу показать те определения, которые мы разработали на нашем последнем собрании, как раз тогда, когда мы разработали эти определения. Ключ организации под руководством ключевых населения, ключевых групп и сетей. Это те организации, которые управляются людьми живыми с ВИЧ, мужчинами, женщинами, скендерами, секс-вободниками, мужчинами-гемиями и другими мужчинами, которые выступают в половые связи с мужчинами, люди, которые употребляют наркотики и трансгендеры. Ключевые группы населения в свою очередь имеют опыт с дикмой, дискриминацией, дискриминализации и насилия во всех точках мира. Эти организации и сети считают, что они под руководством ключевых групп населения, тогда, когда большая часть членов этих организаций являются представителями ключевых групп. их приоритеты основываются на их личном опыте. Ключевые группы населения должны говорить за себя, и это позволит нам добиться большей борьбы с ВИЧ. а теперь, что касается борьбы, что мы подразумеваем в этом плане борьба в рамках этой работы. Во-первых, ключевые населения являются основными игроками, основными актерами этого процесса, и что эта борьба, она основана на приоритетах, потребностях и правах. также здесь воспринимаются такие понятия, как социальные моменты, различные нужды и потребности сообществ, и также приверженность деятельности и борьбе, и также вопрос доступности ресурсов. существует интерсекциональность в рамках понятия ключевых групп населения, и ключевые группы, они выбирают, каким образом они будут участвовать в этих процессах с ВИЧ, гендерных вопросов, вопросов прав человека и так далее. Мы также сейчас разрабатываем эти же определения, но в рамках работы под руководством женщин. Поэтому, пожалуйста, следите за нами, следите за нашей работой. Мы хотим создать эту группу определений, которые позволят нам работать совместно, которые позволят нам работать под руководством сообществ, таких как женщины, молодые люди, люди, живущие с ВИЧ, люди с диагнозом туберкулез и так далее. Следующий слайд. Текст почему-то не видно. Ну что ж, следующий. Просто кратко хотела бы рассказать. Здесь несколько моментов, которые я хотела бы подчеркнуть, что касается употребления этих определений и каков наш следующий шаг, какова наша работа заплатила на будущее. Мы планируем ежегодные отчеты. В прошлом году мы работали с несколькими группами и мы разработали индикаторы и показатели, которые позволяют измерять нашу деятельность по профилактике и работу под руководством сообщества в различных странах. И хочу сказать, что был довольно-таки положительный процесс, где-то может быть 5-6 стран присоединились. И мы вынесли довольно-таки важные уроки, правильно формулили вопросы для того, чтобы они были эффективно отвечены. И мы продолжили эту работу в 2020 году и надеемся, получим гораздо более солидные данные, что касается таких направлений, как секс-работники, как мужчины, вступающие в половой связи с другими мужчинами и так далее. Следующий слайд. Еще одна область, еще одна возможность, которая хотела бы сосредоточиться. Юнэйт сейчас возглавляет работу по разработке стратегий по борьбе с ВИЧ на 2021-2026 года. и это новая область, которая включает стратегии, которая сосредоточена как раз на этой работе, на этой борьбе под руководством сообществ. И мы сейчас обсуждаем такие вопросы, как необходимость укрепить и усилить эту борьбу и повысить наши показатели от 90-90-90-90 до 95-95-95. Следующий слайд, последний уже. И я хотела поделиться с вами стратегиями и нашим календарем, нашей временной линией, что мы планируем на следующий год, может быть, к концу марта, начало апреля. Мы планируем разработать уже некое приложение, вязающееся под руководством сообществ. Мы надеемся, что это приложение будет принято во многих странах и таким образом к юну следующего года. Мы планируем разработать новую политическую декларацию. Основываясь на этой новой политической декларации, мы хотим призвать всех работать совместно с нами, принять эти обязательства и в рамках борьбы с эпидемией ВИЧ, чтобы подключились все самые разнообразные сообщества в подписании этой декларации. И уже совсем последний слайд. Просто хочу вас всех поблагодарить от лица всей организации ЮНЕЙДС, от меня лично. Хочу вам благодарить нашу техническую группу, наших экспертов. Они здесь все перечислены, все организации, которые нам помогли, наши партнеры, наши консультанты и все люди, которые оказали нам поддержку. Большое спасибо. Еще увидимся. Большое спасибо, Лаурель. Похоже, что 2021 год будет полон работы и достижений. И большое спасибо за то, что разработали эти определения и наверняка они позволят нам добиться большей синергии и улучшить нашу совместную работу. И большое спасибо также за разработку стратегии. Следующий наш докладчик. У нас ожидается участие посла Паскаль Гроттенус, это представитель Нидерландов. Она к нам уже присоединилась. Паскаль также является датским послом в Мозамбике и известна своей очень активной работой по темам, связанным с ВИЧ. госпожа посол, передаю вам слово. Большое спасибо, что меня пригласили и поздравляем вашу организацию за то, что вы так выражаете активно солидарность и поддержку этого глобального солидарности, глобального ответственности. Я думаю, что это очень важный момент для того, чтобы вернуться к достижению цели в СИЗе СВИЧ, поставленном на 2030 год. Для меня большое удовольствие выступать сегодня, мы также выражаем солидарность и нашу приверженность к ответственности. 2020 год был особенно тяжел для самых маргинализированных сообществ, и это только осложняет нашу борьбу с пандемией. Но как глобальные сообщества, как странные в индивидуальном порядке, самая лучшая борьба, самый лучший метод борьбы это усилить нашу систему правоохранения, чтобы они могли принять на себя этот шок в связи с пандемией. Как мы можем покончить с пандемией ВИЧ или любой пандемией, если мы игнорируем людей, которые больше всего подвержены риску, которые являются самыми уязвимыми перед лицом заболевания. Мы должны выражать солидарность с теми людьми, которые находятся в этой группе риска и должны найти какие-то решения, которые бы послужили для того, чтобы помочь этим людям. Международные сети и гражданские организации должны присоединиться к этой повестке дня и наша совместная работа, эта кооперация должна быть прагматичной для того, чтобы найти какие-то решения, которые бы основывались на соблюдении прав человека, чтобы это сработало. И поэтому Нидерланды поддерживают права человека, сексуальные и репродуктивные права. И мы считаем, что участие сообществ, что участие обществ является ключевым в поддержке демократии и также в поддержке благополучия и гендерного и других социальных равенств. Мы выражаем нашу поддержку к партнерствам. Это те партнерства, которые основывают свою работу на правах человека, на борьбе с ВИЧ. Когда я работала в Мозамбике, я долгое время сотрудничала с этими организациями, напрямую общалась с сообществами, и я помню мою работу, допустим, с секс-работниками. Хотя нет криминализации непосредственно секс-работы в Мозамбике секс-работники все еще страдают от нападок сообщества из-за того, как они одеваются, как они себя ведут и так далее. И это нарушение прав человека, нарушение прав секс-работников, что также многие из секс-работников не получают должного ухода в связи с их здоровьем. поэтому мы должны защищать и бороться за права секс-работников. Я помню, как полиция, мы непосредственно работали с полицией, чтобы разъяснять им, как они должны соблюдать права секс-работников, как они должны их гарантировать. И также мы объясняли людям, куда они должны обращаться в случае, если права нарушены. Поэтому на примере ключевых групп населения Мапуто я хочу сказать, что очень важна роль ключевых организаций и ключевых групп населения. Мы не можем основываться только на медицинском подходе. Так мы не сможем побороть эту пандемию и справиться с эпидемией. Мы должны усилить и укрепить участие гражданских сообществ для того, чтобы позволить наиболее маргинализированным группам получить доступ к услугам здравоохранения и другим важным услугам. Потому что чаще всего именно маргинализированные сообщества больше всего страдают во время пандемии, как это показал ВИЧ. Мы должны укрепить также систему здравоохранения. Это включает в себя также приверженность к соблюдению сексуальных и репродуктивных прав севера и юга мы должны убедиться в том, что наиболее задетые сообщества, наиболее задетые группы получают необходимую поддержку и включены в нашу стратегию на 2021 год. мы признаем, что СПИД может быть побежден только если мы сфокусируемся и сосредоточимся на этих сообществах, если мы их поставим в углу угла. Но финансирование этой борьбы является достаточным, потому что помимо СПИД мы сталкиваемся с такими пандемиями, как нарушение гендерного равенства, нарушение прав человека и так далее. И без решения этих вопросов мы не добьемся победы над СПИДом. И каковы наши опции, каковы наши возможности в этих таких сложных комплексных дебатов? Нет простого дебата, но мы должны вести этот диалог. Мы должны разрабатывать стратегические партнерства, которые позволили бы нам добиться включения тех групп, которые оставлены сзади. Мы должны обеспечить соблюдение их прав человека как право на здоровье. Мы должны бороться с криминализацией групп сообщества. Мы не можем покончить с эпидемией, если мы не обратим внимания на людей, которые больше всего подвержены риску. в 2020 году был выпущен отчет, в котором мы выразили поддержку этой стратегии. ЮНЕЙТС является спонсором этой борьбы на 2020-2025 год, борьбы за стигмой, дискриминацией и гендерным неравенством. Этот подход, основанный на людях, основанных на маргинализованных сообществах и на группах риска, позволит нам подключить ключевые группы населения к борьбе, основываясь на соблюдении прав человека. Если мы хотим добиться этой великой цели, если мы хотим покончить со спидом, это единственная наша возможность, единственный способ. На протяжении последних десяти лет государства отметили сложность этой борьбы без участия сообществ. Государства на индивидуальном уровне должны укрепить свои системы здравоохранения, должны открывать клиники и должны обеспечить равное отношение ко всем пациентам. И также они должны в свою работу внедрять инновации и научные достижения. Мы должны присоединиться к этой глобальной солидарности и ответственности. Мы должны стать партнерами. Желаю вам прекрасной конференции. Сегодня большое спасибо. госпожа посол за то, что вы подчеркнули эти моменты связанные с нищетой, с сложностью и риском. Без борьбы с этими явлениями мы не сможем бороться со СПИДом. Большое спасибо вашему правительству за эту борьбу, за соблюдение генерного равноправия, прав человека, прав женщин и так далее. Что ж, огромное-огромное спасибо вам за ваше время. Я надеюсь, что вы останетесь с нами. Желаю вам всего наилучшего и хочу также призвать всех тех, кто подключился к нам через Zoom или кто смотрит прямую трансляцию в Facebook. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев или же в чате или в разделе вопросов и ответов. Вы также можете общаться, комментировать. Если у вас возникнет вопрос, просто ставьте ваш вопрос или комментарий в чате или в секции комментариев и мы постараемся на него ответить. И теперь наш следующий докладчик это представитель организации DMP+. Фредел Даш Ну чтож, наш докладчик представитель организации DMP+, Фредел Дасау, он сейчас выступит с точки с зрения работника, активиста в Намибии. Работа Фределя сосредоточена на соблюдении сексуальных и репродуктивных прав, и у него огромный опыт в этой борьбе. Передаем слово вам, Фредель. Ну что ж, большое спасибо, Рэйчел, как активный член организации GENP+. Я хочу на правах, как ведущего модератора, представить вам Рут и Джуди. Они совместно со мной вам расскажут о том, что эта идея, идея организации этой конференции началась как некая форма протеста. К сожалению, технические сложности у докладчиков очень некачественное видео и аудио. Задержка звука идет. Это связано с организацией международной конференции ВИЧ и участием различных групп сообществ. Мы испытываем технические сложности с аудио-докладчиком. Мы в рамках этой конференции решили объединиться в борьбе. Что ж, мы решили организовать эту онлайн-конференцию, такое креативное пространство, где мы можем выразить наше лидерство. Мы в этом пространстве решили поделиться нашим собственным жизненным опытом борьбой за стигмой, за дискриминацией, с тем, что мы управляем наркотики или занимаемся стабильным работой, или потому что люди, или трансгендеры. Решили бороться с кумилизацией, борьбой с этим гендерным неравенством и также борьбой за справедливость. Это те движения, которые показывают нам, что как люди, как человек, у нас не только одна вещь, не только реалитет. Мы, обращаясь к этим вопросам, где деньги, где деньги на профилактику, где деньги на организацию, где же предоставление отчетов, где прозрачность и где участие ключевых групп сообществ в этой борьбе. Как организация GNP+, мы верим, что конференция ВИЧ-2020 позволяет консолидировать наши принципы, позволяет привлечь к участию людей, живущих с ВИЧ и других сообществ, и показать, каковы эти сообщества. И мы действительно призываем сообщества присоединиться к борьбе, и я хочу вас всех поблагодарить за это. Передаю слово тебе, Рэйчел. Большое спасибо, Фридал, и извиняюсь, что я говорил. Большое спасибо, Фридал. Мне пришлось выключить видео, потому что... Я надеюсь, что это не очень интересен, потому что это не очень интересен, и я не очень интересен, поэтому мне пришлось выключить видео. Большое спасибо, за то, что я пришлось поступить. Она участвовала во множестве международных конференций, и она также является секс-работницей, большой опыт в секс-работе на протяжении последних 40 лет, и также она эксперт в вопросах ВИЧ, среди секс-работников. Она ведет работу по адвокации в защиту секс-работников и людей, живущих в свете на протяжении последних более чем 30 лет. Ну что ж, передаю слово тебе, Рэйчел. И передаю всем привет из Шотландии. Что ж, для меня была большая честь быть соорганизатором этой работы, и я очень рада, что вы к нам все подключились в рамках этой последней заключительной сессии. ВИЧ 2020 хочу поделиться ключевыми моментами этой конференции на протяжении последних 4 месяцев. ВИЧ 2020, это одновременно, праздник признания, но и протест. Это очень важно в рамках ВИЧ. Наше сообщество показали, какие мы на самом деле замечательные и сильные. ВИЧ 2020 — это потрясающий путь и пример того, как ключевые группы населения могут подключиться к борьбе с ВИЧ, и как мы можем усилить голоса наших сообществ, голоса, которые выражают все то, что мы можем достигнуть в борьбе за нашу жизнь. Это наше разнообразие, примеры солидарности. Мы также показали, какие мы сильны и устойчивы. Мы также показали, что все эти власти, государства, которые нас игнорируют, что они не заглушат наш голос, что есть возможности для нас. Мы продолжим призывать всех тех людей, которые ответственны за принятие решения, в чьих руках находится власть, чтобы они обратили свой взор на нас и чтобы они увидели этот потенциал, потенциал наших сообществ. В рамках этой борьбе мы благодарим всех участников конференции ВИЧ-2020 онлайн за вашу приверженность, за вашу энергию и за вашу решимость работать с нами. Большое спасибо. И передаю слово тебе, Рэйчел. Большое спасибо, Рут. Теперь Джуди. Джуди представляет организацию, международную организацию людей, употребляющих наркотики. У нее очень обширный опыт во многих странах, таких как Индия, Китай, Таиланд. Предаю слово тебе, Джуди. Спасибо, Рэйчел. И первое спасибо, я хочу сказать, что ВИЧ-2020 подчеркнул важность. Это была первая альтернативная конференция под руководством сообществ, что мы отмечаем. Это была очень важная площадка для того, чтобы сообщества, ключевые группы населения смогли выступить, смогли поучаствовать. И мой личный опыт организации этой конференции с самого начала нашего сообщества всегда мы отмечали, что важность и роль сообщества недооценивалась. Сейчас в рамках пандемии в связи с COVID-19 мы отмечаем это давление все больше и больше. Ну что ж, благодаря этой конференции мы смогли подключить сообщество, смогли подключить их к борьбе с этими глобальными проблемами, с сложностями. Мы надеемся, что на этой конференции нам удалось справиться с этими проблемами, с этими барьерами на уровне политических повесток дня, на уровне каких-то политических решений, наладить этот глобальный диалог на уровне регионов, на уровне стран. И да, мы действительно бросили вызов. Все наши сессии были доступны для любых желающих участвовать. Был перевод на пять языков. Были также проведены различные театральные постановки, выставки и так далее. И все это под руководством сообществ. Была замечательная конференция, множество важных, таких ярких сестей. Мы как-то не основывались, не фокусировались ни на статистике, ни на каких-то медицинских решениях. Мы больше сфокусировались на общественном и политическом контексте, на признании нашей работы, наше участие. Что ж, со стороны Input мы очень благодарны организаторам, сорганизаторам, организациям G&B Plus, Рэйчел и Нелюке, как организаторам этой конференции. Потрясающая работа, очень важная. Также благодарим нашу команду переводчиков и всех организаторов и доноров, которые присоединились к нам, к этому мероприятию на протяжении последних четырех месяцев. Мы хотим отметить, что 62% случаев новых заражений ВИЧ отмечаются среди ключевых групп населения, как мы это уже говорили. Эти данные мы употребляли в компании, которая часто упоминалась в рамках конференции ВИЧ-2020 онлайн. Мы также обсуждали такие вопросы, как неравенство. Дискриминация и так далее. Эта конференция, это была потрясающая концепция и показатель позволила увидеть то, чего мы можем добиться. Что эта конференция, это не только диалог, но также и адвокация, все те услуги, которые мы можем представить сообществу. Конференция ВИЧ-2020 стала неким празднованием, неким посылом к солидарности, к объединению. Я думаю, что наши голоса были услышаны, что наши голоса сильны и слышны. И если нас будут продолжать игнорировать, мы создадим еще более мощную площадку. Ну что ж, еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто к нам присоединился на этой заключительной сессии. Конечно, работа надо мне заканчивается. Мы должны продолжать оказывать влияние, продолжать бороться за эту смену парадигмы власти. И мы надеемся, что наша совместная работа подчеркнет нашу борьбу и нашу решимость, потому что мы знаем, что у нас еще впереди очень-очень много всего. Большое спасибо еще раз. Спасибо, Джуди. И наш следующий участник – это Мохан. Мохан – это программный директор, и исполнительный директор Организации глобальной деятельности в защиту идеев и мужчин, которые вступают в половые связи с другими мужчинами. Очень важную работу ведет по адвокации, и также у меня является... Обученная жизнь – он композитор, исполнитель. И спасибо, Рэйчел, за что зачитала мою биографию. Ну что ж, большое спасибо всем, кто к нам подключился. Я очень рад присутствовать на этой заключительной сессии. Я хочу поблагодарить всех наших гостей, наших спикеров и всех тех участников, кто к нам присоединился к нам сегодня. Я хочу подчеркнуть три момента, которые для меня лично важны и над которыми стоит задуматься. Во-первых, ВИЧ-2020 – это лидерство сообществ. Это выражение нашего лидерства. Мы видим, что оценка и лидерство, и все эти моменты, они были отражены. Мы получили более 250 предложений со всего мира в рамках организации этой конференции. И для меня было большой честью стать членом комиссии по отбору этих предложений. Это площадка, которая на уровне, на световом уровне позволила повысить сознательность. Мы также надеемся, что преодолели языковые барьеры благодаря работе синхронных переводчиков. У нас был перевод на испанский, английский, русский и португальский. Мы постарались включить наше сообщество, как и на уровне участия, потому что очень много участников зарегистрировали. И также ВИЧ-2020 — это такой пример солидарности и совместной работы. Мы видим, что это совместная работа, которая позволяет нам признать наше разнообразие. Мы, как мужчины, которые вступают в половой связи с другими мужчинами, мужчины-гей, секс-работники, люди, живущие с ВИЧ, люди, употребляющие наркотики и так далее, мы объединились. И я хочу процитировать слова моего друга Джорджа Ялы. Мы создали новую модель работы, и нам не пришлось никого из наших коллег и сотоварищей оставить позади, оставить за дверью. Хочу поблагодарить организаторов Рейчел и Нелюку, и также наших прекрасных доноров. Также поблагодарить команду разработчиков, команду наших переводчиков, и технический персонал, который нас поддерживал. Большое спасибо вам за это. Ну что ж, большое спасибо, Мохан. Помните, на протяжении последних четырех месяцев Нелюка Перейра очень активно участвовал в поддержке. Нелюка живет в Колумбове, в Шри-Ланке, и он является очень важной ключевой фигурой в обеспечении всех этих технических моментов нашего общения и так далее. Что ж, Нелюка, передаю тебе слово. Большое спасибо, Рейчел. Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем участникам. Как уже сказала Рейчел, я живу в Колумбове, в Шри-Ланке. Эта конференция, которая началась еще в июне, стала для нас огромной привилегией, огромной привилегией для нас быть частью этой конференции, организовывать ее вместе с сообществом, благодаря силам сообщества и для сообществ. Это показало нам новую перспективу, как мы можем коллективно работать, как мы можем совместно бороться со сложностями. С начала конференции в июне мы разработали специально такие короткие видео, которые показывали, объединяли в себе все ключевые моменты месяца. И в конце уже, в завершении этой конференции, мы сделали также еще одно небольшое видео, которое включало в себе все ключевые моменты всей конференции. Мы хотим поблагодарить особо наших коллег, которые помогли нам разработать эти видео, как ежемесячные, так и заключительные видео. Также благодарим организаторам нашей конференции и всех участников. Ну что же, теперь давайте посмотрим наше заключительное видео по всей конференции. По 4 тысячи человек зарегистрированы со всего мира, более 7 тысяч участников, 33 сессии на пяти языках. Мы возвращаем голос нашим сообществам, подключаем их к этой интерсекциональной конференции. Присоединись к борьбе в 2020 онлайн. Это интерактивный опыт участия в конференции «Борьба за ключевые сообщества». Это может оказаться сюрпризом, что в 2018 году только 2% всех средств были направлены на сообщество. Это время покончить со СПИДом, это время подключить ключевые сообщества. Ключевой момент здесь, что я думаю, что нужно подключить ключевые сообщества, ключевые группы населения, чтобы они возглавили лидерство, и чтобы они смогли подключиться к этим аргументам, чтобы они смогли поддерживать эти аргументы какими-то данными, и чтобы они могли показать донорам, что мы не сможем справиться с ВИЧ, если мы не повысим финансирование, направленное на ключевые группы сообществ. Но мы не на пути достижения цели 2020-х год, мы не достигнем цели поставленных в 2020-х год по борьбе и победе над СПИДом, потому что мы недостаточно усилия применяем. Пандемия, эпидемия разрастается и развивает ключевые группы населения. Мы должны усилить финансирование эффективных ВИЧ-программ для ключевых групп населения. И если мы рассмотрим стоимость, что касается, допустим, патентов и эксклюзивности, это количество денег будет в тысячи, в сотни раз меньше, чем мы ожидаем. Каждый доллар, который мы направляем для того, чтобы кредителю потрясающе, дорогие стоимости лишают нас средств на борьбу. Цель нашей работы как секс-работников это поддержать друг друга и работать совместно. Мы объединились на еженедельных встречах для того, чтобы справиться и каким-то образом повлиять на ситуацию в связи с COVID-19. И я думаю, что это роль и цель всех других групп. Большое спасибо, представителям сообщества. Это ответ на низовом уровне. Важно отметить, что наша активная роль в этом политическом процессе на всех уровнях. Мы должны позиционировать себя не как уязвимых женщин, а как женщин, которые хотят стать частью решения, а не проблемы. Это ключевой момент, потому что мы с сообществами для сообществ работаем. Есть такой лозунг, что секс-работники лучше знают и лучше умеют. Почему? Потому что мы принадлежим этому сообществу, и мы лучше знаем, и мы знаем, как с ним справиться. Я женщина, которая не решалась говорить, которая не решалась повысить свой голос. Мое участие в этих мастер-классах, в этих конференциях позволило мне с ним справиться. Мы должны присоединиться к активисту с открытым лицом, потому что мы не можем бороться во всех траншеях во всего мира в одиночку. Мы должны бороться вместе, каждый день, чтобы люди знали, каков уровень наших проблем. И я думаю, что множество важных активистов, людей, живущих с ВИЧ, они до сих пор еще не понимают, какова реальность. А реальность состоит в следующем, что 40 лет спустя, 40 лет спустя борьбы, люди продолжают попадать в тюрьму только потому, что они ВИЧ положительнее, потому что они занимались сексом. Секс-работники Абрегина продолжают бороться с расизмом, с дискриминацией. И что касается системы здравоохранения, мы должны сфокусироваться на правах человека, мы должны готовить профессионалов, чтобы они оказали профессиональный уход. Потому что часто медицинская часть охвачена, но не знаю, какие наши права, как их соблюдать. Мы не можем работать в одиночке, потому что как мы можем бороться за наши права, если само правительство нас криминализирует. Опрессия и угнетение со стороны различных учреждений, государственных, религиозных, различных фундаментальных каких-то понятий, знаний, идеологии, то, как нас воспринимают, и они думают, что люди должны быть такими или другими. Настало время для нас в унисон объединиться и потребовать покончить со симпатизацией с этим устаревшим, непродуктивными законами, которые только наносят вред. У нас есть все необходимое. У нас должно быть все необходимое. У нас есть все необходимое. Вирус ВИЧ. Я присоединилась к этой работе, к этому пути. Я решила также присоединиться к борьбе. Наша миссия на этом не заканчивается. Мы продолжим нашу борьбу и мы продолжим работу над подключением сообществ. Присоединиться к борьбе. Дополнительная информация на официальной сайте мероприятия. Большое спасибо за все эти прекрасные слова, которые мы получаем, которые мы сейчас видим в чате, в комментариях. Мы хотим вам напомнить, что видео, как и все наши сессии, также вы можете его скачать или посмотреть на нашей официальной странице на нашем канале в YouTube. Что ж, как и все видео, мы сначала сделаем субтитры на пяти языках нашей конференции, это английский, французский, испанский, португольский и русский, и затем опубликуем это видео на нашем официальном канале на YouTube. Мы хотим также поблагодарить нашу команду переводчиков за то, что они так быстро сделали субтитры, хотя бы на английском осталось еще на других языках сделать, но думаю, что довольно-таки скоро мы это сделаем и опубликуем. А теперь давайте перейдем к представителям ключевых сообществ и заслушаем их выступление, что они думают о последних четырех месяцах. Фелестер Абдулла не нуждается в особом представлении, она официальный координатор Организации африканских секс-работников, Союза африканских секс-работников и очень важный персонаж в борьбе за права секс-работников в Африке. Ну что ж, Фелестер, мы тебя слушаем. Большое спасибо, Рэйчел. Большое спасибо. Сегодня исторический момент, исторический протест и историческое празднование нашей роли ключевых групп населения. Для меня, как человека, который участвовал в нескольких сессиях, в нескольких панелях, меня поражает тот факт, что это наш путь, наш путь как сообщество. Мы направили этот сильный, этот мощный посыл нашим властям для того, чтобы показать, что сообщество лучше знают и лучше умеют. ВИЧ, он не выбирает. Он не выбирает. И часто к людям, которые живут с ВИЧ, к ним относятся как, знаете, к какому-то научной проблеме, к какой-то проблеме, которая не является частью жизни сообщества. Я также представительница коммунизированного сообщества, я секс-работница, я живу в Кене и я живу в ВИЧ. И это очень сложно, потому что стигма и дискриминация, с которой мы постоянно сталкиваемся, все то насилие, с которым мы, как секс-работники, сталкиваемся каждый день. И для нас иногда бывает сложно говорить о нашем жизненном опыте. ВИЧ на нас влияет как на сообщество. Я воспринимаю конференцию ВИЧ-2020 как возможность самовыразиться, как секс-работница, как женщина, живущая с ВИЧ, поделиться моим опытом и поделиться той реальностью, которую я сама переживаю. Для нас, как членов сообщества, это стало возможным, потому что обычно, когда мы посылаем какие-то предложения для участия в конференции, иногда нас понимают, иногда нет. Но даже несмотря на это, есть множество ограничений, потому что чаще всего на конференции приглашают научных работников, таких академиков, а не сообщества. Я очень счастлива быть частью нескольких сессий. Я смогла поделиться тем, чем мы занимаемся в нашем сообществе, чем занимаемся мы, как кинейские сработники. И это было прекрасно. Эта конференция стала площадками, на которой мы чувствовали себя как дом, как сообщество. И помимо того, что у нас была возможность участия, это дало нам ощущение, что мы здесь принадлежим, что мы как сообщество можем возглавить лидерство на этой площадке. И это было просто потрясающе. Я когда узнала, что конференция будет проводиться онлайн, я думала, ой, ну я ничего об этом не понимаю, у меня нет никакого опыта. Но это стало еще одной из сложностей, с которой я прекрасно справилась. И я по-настоящему насладилась участием, возможность поделиться моим личным опытом. И тот факт, что если мы объединились как сообщество, то для нас не будет ничего невозможного, мы сможем горы свернуть. Я участвовала в сессии, которая касалась финансирования, которая касалась, где деньги для ключевых населений, групп населения. И это меня впечатлило, потому что только 2% всех средств, выделенных на Мариумус ВИЧ со СПИДом, направлено на ключевые группы населения. ВИЧ в 2020 дало нам платформу, эту площадку, которая следовала нашим правилам, нашим правилам как сообщества. И эта площадка показала нам, что объединение, что совместная работа заключается не в разговорах, а в действиях. Мы всегда открыты к партнерству с людьми, которые действительно заинтересованы, которые стремятся не только какую-то роль играть, но и действительно работать и помогать. Поэтому все те, кто хотят работать с нами, мы хотим работать с вами. И второй посыл, который я хочу направить нашим властям, это тот факт, что как сообщество мы лучше знаем и умеем. Я здоровый человек, потому что мое сообщество взяло лидерскую роль в борьбе за наше здоровье, за наше здравоохранение. Мы всегда лучше знаем, как поступить лучше. Люди, которые обладают властью, в чьих руках находится власть, мы вам показали, что у нас тоже есть власть, и мы знаем, как ее использовать. Если вы на нас посмотрите, часто люди говорят о сообществах, о криминализации, что мы не люди, но мы как раз те люди, которые больше всего задеты. и мы показываем, что мы лучше знаем, и мы лучше умеем. Если мы как сообщество объединимся, то ничего для нас сложного не будет. Большое спасибо всем. Я очень счастлива здесь находиться, и я счастлива, что это доказательство, эта конференция — это доказательство того, что мы знаем и умеем лучше, и наше здоровье заработает. Большое спасибо, и передоступил тебе Рэйчел. Большое спасибо, Фелеснер. И да, все эти работники лучше знают и умеют. Ну, это не то чтобы какое-то соревнование, но мы как сообщество тоже можем заявлять, что мы лучше знаем и умеем. Теперь подараем слово Джеффри. Джеффри живет в Таиланде, но он застрял в Маниле, на Филиппинах, в связи с карантином. Ну что ж, Джеффри тоже очень важный активист и работник. Передам слово тебе. Спасибо, Рэйчел, за вступление. Для меня большая, огромная честь, а также представлять лидеров сообществ на этой заключительной сессии. Лозунг этой конференции — это «Васглавь борьбу». я вам расскажу, как была организована эта конференция. Во-первых, мы хотели собрать все эти данные, все эти доказательства, что сообщества не зависят, не должны зависеть от ООН или от их правительств. как Фелис рассказала, что у нас есть свой собственный опыт, у нас есть свои собственные наработки для того, чтобы следовать этой работе и чтобы показать, что мы знаем, как лучше, что мы знаем, как правильнее. Во-вторых, ВИЧ-2020 позволило нам также обратить внимание на разнообразие, наладить солидарность между различными сообществами, людей, живущих с ВИЧ, чтобы мы друг у друга поучились, чтобы мы друг друга призвали подумать, так как мы работаем с различными проблемами, сталкиваемся с различными проблемами, такими как криминализация, как стигма, как преследовать со стороны государства, как мы можем знания объединить и использовать. И в последний момент мы, как ключевые населения, ключевые группы населения, мы видим, как наша работа с каждым более аутентична, более инклюзивна. И это альтернативное мероприятие, как Чудя уже говорила, мы не то, чтобы какую-то хотим конкуренцию создавать, конференции СПИД 2020. Мы просто показываем, как нужно проводить эти конференции и как мы возглавляем борьбу. И позволите мне закончить следующие идеи, следующие мысли, как мужчина Гея, живущий и участвующий в конференции. Для меня было потрясающе видеть, как люди присоединяются, как они пишут в чате, представляются, кто они, откуда они. И для нас ВИЧ-2020 стал такой ключевой моментом, чтобы выразить нашу приверженность в борьбе с этой пандемией и также, чтобы напомнить друг другу, что мы здесь, что мы друг для друга открыты к работе и что этот успех — это наш совместный успех. Что ж, передаю слово тебе, Рэйчел. Спасибо, Джеффри. Надеюсь, что все хорошо в Маниле. Да-да. Следующий наш участник — это Антон Басвенко. Он живет в Украине. И у него очень-очень обширная биография. Сейчас не буду всю биографию зачитывать, все его достижения, но у него огромные наработки, потрясающий опыт в работе по снижению вреда, в работе по адвокации, защиту людей, живущих с ВИЧ, работа над доступом к лечению. И он также является защитником людей, живущих с ВИЧ, и также защитником прав людей, которые употребляют инъекционные наркотики. Антон, передаю слово вам. Антон, похоже, что вас выключит микрофон. Мы вас не слышим, Антон. А теперь слышно? А теперь слышно. Что ж, важно отметить, что я выступаю не только от Союза Организации Систем Здравоохранения, людей, которые употребляют наркотики в Восточной Европе и Центральной Азии. В общем, и в частности, поздравления и моя самая искренняя благодарность всем тем, кто участвовал и кто нас поддерживал в создании этой конференции. Мы это сделали, вы это сделали. это первая конференция под руководством сообществ. Мы этого достигли. И сейчас мы действительно знаем, что какие-то системы, абстрактные и границы больше не являются для нас барьерами, что временные рамки также, временные зоны для нас не проблема. И мы узнали, что язык также для нас не являлся проблемой. Я очень рад, что эта конференция задала тон в Восточной Европе, в Центральной Азии бороться за эту трансформацию, за эти изменения. И что эта конференция обратила внимание на онлайн-технологии и на такие вещи, например, как защита наших персональных данных. Мы отметили потрясающее разнообразие и качество сессий, и мы многому научились. Но основная сложность теперь это найти ресурсы и найти экспертов для того, чтобы внедрить и применить все эти знания на практике, особенно сейчас во время COVID, особенно сейчас во времена, когда финансирование направленных на сообщества очень ограничены и с каждым днем уменьшаются, особенно сейчас, когда пространства для гражданских сообществ сокращаются, когда мы говорим о традиционно криминализированных сообществах, таких, например, как люди, употребляющие наркотики в моем регионе. И хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с участием правительства, которое обычно выражает приверженность снижению вреда и таким конференциям, как это. Но наша обеспокоенность состоит в том, что Восточная Европа и Центральная Азия больше не являются приоритетным регионом в плане финансирования. Я хочу призвать к действию. Во-первых, мы должны начать с себя. вы знаете, наш голос еще до сих пор не слышен. Мы еще до сих пор недостаточно активны. Я говорю о моем сообществе людей, употребляющих наркотики, живущих в Восточной Европе и Центральной Азии. Мой призыв к действию состоит в следующем. Мы должны стать на 100% активны. И что касается конференции, единственный призыв это мы являемся доказательством. Невозможно добиться доступности и качества услуг в связи с ВИЧ без нашего участия. Поэтому все наши организации во всех регионах во всем мире должны взять на себя эти обязательства и должны прислушаться к сообществам и работать с ними совместно для того, чтобы услуги в связи с ВИЧ стали более эффективными и качественными. мы хотим также воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться ссылкой на документ Input и хочу вас призвать поддержать эту инициативу во время пандемии. Даже такие небольшие моменты позволяют добиться того, чтобы даже голос услышать как человек живущий с ВИЧ, как человек, употребляющий наркотики, как человек, живущий с ограничениями по здоровьям в Восточной Европе и Центральной Азии, я хочу сказать, мы доказательства. Поставьте сообщество во главе угла. Ничего для нас без нас. Большое спасибо. Большое спасибо, Антон. Вы очень правильно сказали. Ничего для нас без нас. Мы лучше знаем и лучше умеем. передаем слово нашему следующему участнику. Наш следующий участник представляет Мавританский Альянс. Начиная с 2019 года, они ведут активную работу на уровне сообществ. Ну что ж, Леджит, передаю тебе слово. Рэйчел. Большое спасибо всем. Привет из Британии. Мы рады присутствовать здесь, на заключительной конференции Вече 2020. И мы рады, что наш голос, наш голос, услышанные голоса людей, живущих в Финнии. Один из уроков, который мы вынесли во время пандемии, состоит в следующем. Во-первых, мы должны рука об руку работы для того, чтобы спасти жизни. И даже включая во внимание, что мы можем следовать примеру ВИЧ в борьбе с COVID-19 для того, чтобы позволить, чтобы сообщества активно и значимо участвовали в этом процессе. Это площадка, которая признает разнообразие и которая также признает инклюзия и молодых людей. Принятие во внимание тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в борьбе с ВИЧ, это также снижение заражения среди ключевых групп, населения, основная сложность для того, чтобы добиться этих важнейших моментов в борьбе со сложностями. Эти проблемы являются реальностью для ключевых групп, населения, как молодежь. Мы смогли поделиться нашим опытом в рамках ведения активизма и признания ключевых групп, населения, как активных участников процесса и также вовлечения в борьбе. это позволило нам получить важную и обоснованную информацию для того, чтобы включить группы, таких как молодежь, в борьбе с ВИЧ. Мы обсудили такие вопросы, как физическое здоровье, ментальное здоровье, психическое, психологическое, проблемы, с которыми стал Беларуф Джорджи, СВИЧ. Та информация, которой мы поделились, она секс-позитивна и инклюзивна. Но мы видим, что во многих точках мира ключевые группы населения до сих пор не подключены к этой борьбе, не возглавляют лидерство, часто не хватает ресурсов. Мы также смогли обменяться передовыми наработками, опытами и практиками, которые помогают людям, живущим с ВИЧ. И все эти важные шаги, которые позволяют нам присоединиться к борьбе. Что ж, всем хорошего всемирного дня по борьбе с ВИЧ. Теперь передаем от слова нашим последующим участникам из Оргентины, представителям трансгендерного слова в Сландинской Америке. Она является компонентом «Лаг Транс». Эта организация похоже, что у нее возникнет технические проблемы. Надеюсь, что она сможет «Лаг Транс». Mi nombre es Marcela Romero, soy coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de personas trans. Bueno, celebramos la clausura de la conferencia de VIH 2020. Bueno, las lecciones aprendidas de la COVID-19, la COVID-19, la falta de recursos para poder cubrir el tema alimentario y los sistemas de salud para las personas trans. En primer lugar, reforzar las estrategias que hay en la región, la estrategia país y la estrategia regional, fortalecer y profundizar la agenda trans en Latinoamérica para poder acceder a todos los beneficios que necesita una persona trans en Latinoamérica. En este momento, en Latinoamérica no existe el acceso universal y es necesario lograr en todos los países que haya una salud integral para las personas trans y que podamos acceder a una buena adherencia al tratamiento y a todos los beneficios que tiene que tener una persona trans en Latinoamérica para poder acceder al acceso universal. Sin derechos humanos no existe el acceso universal al tratamiento a la atención para las personas trans. Exigirle a los estados que cumplan las resoluciones que firman en la OEA el respeto y la identidad de género de las personas trans en los países donde no hay ley de identidad de género la única forma que las personas trans podamos acceder al sistema de salud es que el sistema de salud nos respete nuestra identidad de género y que sean espacios sin estigma y discriminación los estados no cumplen las resoluciones y ahí es donde fallan los servicios de salud donde fallan las estrategias y en donde las personas trans quedamos afuera de la agenda que tienen los países de género Большое спасибо, Рэйчел. Для меня большая честь участвовать в этой заключительной сети ВИЧ-2020. Хочу также признать работу Рэйчел Оу и Нилюке Перейра. Большое-большое вам спасибо за вашу работу, потрясающую работу в управлении. Также хочу поблагодарить Эмпакт, NSWP, Интернепр и Джинке Плюс, нашу команду переводчиков и тысячи и тысячи людей, которые поддерживали на протяжении всей этой конференции. Без вас мы бы не добились этого успеха. Планировалось проведение конференции ВИЧ-2020 в США вопреки всем рекомендациям. Мы знаем, что в США следует дискриминационной политике в отношении людей, управляющих наркотики, секс-работников, и это является нарушением прав наших участников. Это не позволяло бы многим участникам поучаствовать в этой конференции. Также мы видим, как США следует политике правительства Тональда Трампа, следует политике, нарушающей права иммигрантов, темнокожих и чернокожих людей, и разделяет семьи иммигрантов и так далее. Поэтому мы задумались о том, как это не совпадает с интересами нашего сообщества. И это не позволяет нам обратиться к тем людям, которые принимают решения в отношении наших жизней, наших тел, наших организмов, нашего здоровья. И ответ — это мы. И здесь нет никакого обсуждения и быть не может. Мы должны бороться за инклюзию и за активное и равное участие как партнеров на всех уровнях в борьбе с ВИЧ. Мы должны добиться такого подхода, который бы соблюдал и гарантировал важность и ценность наших жизней, нашего здоровья, который воспринимал бы нас как равных партнеров на всех уровнях, во всех точках мира в рамках борьбы с ВИЧ. Мы должны добиться такого подхода, который бы уважительно подходил к нам, к нашим жизням, к нашим делам. Также мы должны бороться за такие вещи, как соблюдение прав человека, гендерное равенство, особенно что касается прав темнокожих и чернокожих людей, людей, употребляющих наркотики, секс-работников, ЛГБТИ-сообщества и так далее. И это наш вклад в борьбу. Это те темы, которые больше всего нас волнуют и интересуют. ВИЧ-2020, эта конференция, пролила свет на такие сложные моменты, как повышение уровня заражений, как профилактика и борьба со стильной дискриминацией, и криминализация передачи, и ВИЧ-секс-работы, самовыражение ЛГБТИ-сообщества и любви-транскендеров, и также свободное выражение нашей социальности. Для нас это стало возможностью поразмыслить, покритиковать и перенаправить стратегии так, как только мы можем это сделать. Это очень важная акция протеста. Под руководством сообществ. Мы хотим придать роль сообществам, ту роль, которой они заслуживают, что касается нашей власти, наших сил, нашего партнерства, нашего участия. ВИЧ-2020 — это потрясающий мир солидарности и товарищества. Мы должны опираться друг на друга и должны поддерживать эту солидарность как один из самых важных инструментов в рамках борьбы с ВИЧ и в рамках борьбы за наше здоровье. Большое спасибо всем, и я желаю вам хорошего настроения, хорошего дня и хороших праздничных праздников. Ну что ж, Джордж, большое спасибо за выступление. Я вижу, что ты хорошо подготовился к конференции, сидишь чуть ли не в пижаме, в спортивном костюме. Да, сегодня я в спортивном костюме. Ну что ж, большое спасибо. Хочу просто напомнить нашим участникам, пожалуйста, включите видео, для того, чтобы попрощаться, пожалуйста, дорогие спикеры, включите видео. Наши последние слова благодарности всем тем, кто присоединился к нам сегодня. И просто хочу напомнить, что эта сессия, она записывалась, будет сохранена, прямой фиг будет сохранен, и мы загрузим эту сессию на нашу официальную студию на протяжении следующей недели. И также вы найдете это, что происходит на фейсбуке. Также вы сможете скачать эту сессию или посмотреть на нашей официальной странице, на нашем канале в YouTube и в Facebook. Большое спасибо Нелюка за терпение и за поддержку. Хочу поблагодарить всех сорганизаторов за то, что меня и Нелюку выбрали как организаторов этой конференции. И спасибо всем тем, кто участвовал в этих 33 сессиях на протяжении последних 4 месяцев. И огромная для нас это привилегия и честь находиться здесь с вами в этом прекрасном движении, в этом прекрасном моменте. Это та работа, которой мы занимались на протяжении последних двух десятилетий. И я продолжаю учиться у вас, учиться на премьере вашей работы, вашей приверженности. Наши глаза важны. И мы должны быть равными партнерами. Хочу напомнить нашим донорам, что у нас еще осталось 10 дней для заключения работы. Поэтому, пожалуйста, будьте здоровы. Пусть у вас будет все хорошо. И большое спасибо. И до свидания всем. Субтитры подогнал «Симон»!